Шпионскую тему сегодня обсуждали и в Вашингтоне. Там снова вспомнили про Эдварда Сноудена. Немного позабытая за события на Украине фигура бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности США не дает покоя консервативным политикам. На пресс-конференции в национальной пресс-службе в американской столице глава организации «Выживание Америки», а также бывший разоблачитель работы Минюста США, раскритиковали Сноудена, обвинив его в сотрудничестве с российскими властями и спецслужбами. По его мнению, компьютерщик не является настоящим борцом за правду. Им якобы движет нарциссизм, он предал Америку, а его действия привели к подрыву национальной безопасности Соединенных Штатов и заметному усилению позиций иностранных спецслужб и экстремистских организаций, которые теперь знают о методах работы американцев и могут уходить от слежки. И, как заявили организаторы дискуссии, это означает, что кровь жертв этих разоблачений будет на руках Сноудена. Так называемые утечки от Сноудена привели к усилению путинского режима, подъему группировки «Исламское государство» и увеличению киберактивности Китая против Соединенных Штатов. Кроме того, разоблачения Сноудена привели к изменению в развитии иранской ядерной программы, потому что он раскрыл методики и технологии слежки Агентства национальной безопасности за иранским режимом. В то же время Эдвард Сноуден живет в безопасности в Москве под присмотром КГБ, развлекает своих друзей и принимает гостей. Российские СМИ сообщают, что он даже завел собаку. В Москву даже перебралась его подруга, бывшая танцовщица У-шеста. А сам Сноуден стал настоящей рок-звездой в России.